виталий приветствую тебя понедельник традиционные наши встречи обсуждаем рынки эта неделя я думаю что будет рассчитывая не хочется преувеличивать конечно же беспрецедентной по волатильности но есть основания говорить так потому что долгожданное заседание федрезерва в среду также первая пятница месяца это классика по американской статистике отчет non-farm parallels это опять же если волатильность подусядет федрезерва к пятнице там еще статистика по рынку труда и точно по конец недели на раскачает также будет заседание банка англии и куча таких релизов не то чтобы второсор но по сравнению с этими конечно же менее значимым по американской экономике я предлагаю сегодня ну как минимум затронуть ситуацию с индексом доллара потому что динамика этого инструмента она будет напрямую зависит фактически от тех решений которые будут принять федрезервом и доллар уже повлияет на прочие финансовые активы ну что скучать не придется точно что у нас по фрс если говорится про оценку вероятности повышения ставки то пока особо настроение изменились все ждут повышение ставки на 75 базисных пунктов возможно также в декабре будет точно такой же повышение очень много спекуляции на тему что все достаточно уже разгонять ставку фрс должен одуматься поскольку экономика подает отдельные признаки существенного спада и прежде всего сделается акцент на рынок недвижимости где серьезные просадки по продажам дому по строительству растет ипотечная ставка которая вот прям сегодня смотрел еще хорошее интервью было на блумберке что действительно превысила 7 процентов это в два спина раза выше чем было чуть больше года назад и при такой ставке ставки кредитования ипотечного на долгосрок конечно же ипотека становится неподъем если говорить о кредитах на 30 40 50 лет и это охлаждает рынок недвижимости но вот на своих брифингах я уже также отмечал ну разумеется ставка по ипотеке выросли и фрс говорил о том что неизбежно вырастут потому что растет ключевая процентная ставка это прям вижу понятно как могло быть иначе но при этом американский регулятор всегда ожидал что и не питал особых иллюзий рассчитывал на то что ужесточение политики не приведет какому-то экономическому спаду просто все было как бы в плане рисков допустимо то есть фрс готов сейчас наблюдать за слабым рынком недвижимости даже пожить в условиях слабого рынка недвижимости но самое главное нужно победить инфляцию инфляция как мы помним остается на крайне высоких значений демонстрации кран давали мне там индекс доллара открыт котировки 110 96 фактически я остаюсь сторонником идеи того что индекс доллара выйдет на новые максимумы виталий видно демонстрацию да отлично локальный максимум точнее минимум который мы видели неделю назад он совпал там с диапазоном 109 50 109 20 опять же вот этот период в чуть более неделю неплохо использовали продавцы индекса доллара поскольку в этот период росли рисковые инструменты мы помним перед заседанием европейского центрального банка евро прорвался выше паритета и даже пытался закрепиться выше отметки 0 1 0 1 но после заседания европейского центрального банка все пошло на спад евро ушло ниже паритета котировки по индексу долларов 110 96 и вот этот уровень поддержки которые обозначены отметки 110 на мой взгляд покажет является довольно солидным уровнем чтобы его преодолеть нужен там конкретный сигнал от резерву что все достаточно с повышением ставок мы решили типа либо замедлить существенно темпы ужесточения политики либо вовсе отказаться от дальнейших аналогичных решений и целью посмотреть как экономика адаптироваться прежним решением по росту став я считаю что это сценарий маловероятен поскольку за последние недели вообще не было ни одного сигнала свидетельствующего о том чтобы базовая инфляция пошла на спад я ожидаю ее роста к концу этого года сейчас напомню что базовая инфляция в сша находится на отметке 6 и 6 процента это максимум за 40 лет по консенсус прогнозу которую видел вот блумберг а это оценка мне кажется больше чем 50 миллионов экономистов базовая инфляция будет в районе семей двух семей трех процентов поэтому до конца года я сторонник идеи того что на полтора процента ставку поднимут и я ожидаю с этим все-таки обновление индексом доллара максимумов локальных тире многолетних настолько многолетних что вот за рубеж 115 это максим больше чем за 25 лет поэтому хотелось бы конечно же к следующему эфиру который будет у нас в понедельник увидеть бы доллар индекса доллара в районе 115 пункт то согласен с тем что пока что нет причина ставить на снижение инструмента тогда рекомендую тоже подключаться присоединяться к длинным позициям ждать восстановление визуализировать потому что куда без этого как дополнительная мотивация и триггер для роста активов и ждать восстановление так по евро у меня была сделка я все пытался поймать на локальных максимумах именно перед заседанием европейского центрального банка там сделка была составом на отметке 1 0 0 20 эта сделка была закрыта по стоп-лоссу но опять же я не теряю надежды найти более интересный уровень входа и в результате которого все-таки сделка потом достигнет профитного ориентира и в частности если ставить на снижение текущие котировки 0 99 24 я также рекомендую смотреть на уровень сейчас 0 99 можно поставить отошку сел стоп на эту планку стоп-лосса на уровень 0 99 70 и ждать снижение европейской валюты дальше надежда на и cb то что это бы повысить ставку просигнализирует о готовности повышать ее активно дальше и это должно было бы сильно поддержать позиции евро они отчасти как бы реализовались потому что рост евро мы увидели до заседания европейского центрального банка но после заседания cb евро перешел к снижению и продолжает падать и сейчас почему больше разочарования как бы итогов от итогов заседания cb ну во-первых лагард так и не поделилась конкретикой по планам на дальнейшее повышение ставки в декабре и нам приходится самим думать насколько ставку повысить но я думаю что вряд ли больше чем на 0 5 но и во вторых все-таки большинство сходится во мнении что инструмента в частности для еврозоны сейчас на инструмента коррекция ключевой процентной ставки это не лучше их на рычаг воздействие на инфляцию конечном счете еврозона оказавшись еще и в условиях более высоких процентных ставок может столкнуться еще большим даже давлением для экономики я в целом с этим согласен потому что экономические реальные еврозоне не такие как сша еврозоне какой бы отчет мы бы не взяли там будут сплошные минуса сплошные просадки и ожидание такой безнадежной рецессии которая по-прежнему идет надеюсь что что вот в рамках этой недели существенно там выше мы даже текущих уровней уже не уйдем и дальше будет сначала монотонная потом уже более агрессивное снижение так прошлый раз еще разбирали рынок нефти частности бренд который котировался там в районе 90 50 или даже 91 сейчас котировки 92 74 причем максимум были выше 94 долларов за баррель на пике прошлой неделе я удерживаю длинные позиции дальше рекомендую друзья вам также смотреть только и в сторону лангов если будут снова снижение там в районе 90 долларов за баррель на мой взгляд точно такой же значимый уровень для нефти сейчас как например по индексу доллара 110 а по евро доллару паритет то есть от этих уровней нужно как трейдить открывать позиции рисковать в данном случае мой риск основан на классическом фундаментальном анализе в ноябре вступит в силу решения опек по сокращению объема нефтедобычи и также еще вот в период ноябрь декабрь это окончательное сокращение поставок к такими более-менее легальными скажем так кавычку возьмем путями со стороны россии отношении тех партнеров которые еще закупают российские углеводороды поэтому моя идея это дефицит углеводородов до конца этого года который может только лишь усилиться и доллар иену еще разбирали в прошлый раз учитывая факт проведенных валютных интервенций собственно когда я комментирую пару доллар иен в прошлый понедельник не было подтверждения того что банк японии провел интервенции он практически не признался в этом добавив что теперь вовсе не будет комментировать свое активное участие на рынке то есть если интервенции будут они будут такими латентными скрипами но опять же всем прекрасно понятно что вмешательство было потому что если бы его не было то пара доллар иена скорее всего хотелось бы уже существенно выше 150 там 1 152 иен за доллар это максимум который мы видели две недели назад а это же максимум за 34 года сейчас котировки 148 пунктов частности я рекомендовал шортить прошлый раз пару доллар иен с целью 145 пунктов вот к сожалению практически лоу был 145 10 чуть чуть не дотянули до этой цели я сделку не закрывал держу и по-прежнему хотя прекрасно понимаю что профит был на 300 пунктов уже больше ну что уж тут поделать я сторонник того что все-таки присутствие банка японии на рынке будет давить на доллар даже несмотря на ожидание роста процентной ставки это в конечном счете будет сдерживать обвал японской иены поэтому друзья кто не закрывался предлагаю держать шарты с целями прежними 145 иен за доллар виталий слово тебе ну в принципе я в прошлый раз не в прошлый раз а в прошлом году мне кажется что мы обсуждали или позапрошлом году по поводу назначения главы фрс и даже главы ецб павелла и лагард они же помнишь мы разбирали что они юристы да ну видишь к чему это привело я в принципе да еще говорил что назначение на такие посты скажем не профессионалов своего дела да и если бы экономистом назначали то они бы понимали что печатание денег приведет к инфляции они напечатали очень много денег ну в принципе без печатания денег скажем экономика не будет развиваться потому что реально так скажем то что происходит в мире все время достичь такого такого благополучия в некоторых странах ну очень сложно за счет раздувания пузырей печатание денег как раз за счет будущих кредитов потребления но скажем такое идет развитие некоторых стран поэтому то что они будут повышать ставки чтобы бороться с инфляцией ну и мы так скажем по барабану стоит с той точки зрения ну поднимут они там на 5 на 6 процентов и все там думают ну это плохо будет ну для них это плохо не будет они будут свой процент зарабатывать на этих процентах ставках а то что это будет влиять на экономику на фондовые скажем это их не касается но давайте перейдем к рынку конкретно поговорим о тех идеях которые это был доллар франк одна из дней я называл цели точке входа где-то в районе паритета на то время еще понедельник здесь формируется шорт нужно бы подождать подождать хотя бы минимум одну дневку она в принципе закрылась неплохо то есть видно что то движение которое было в пятницу позапрошлую импульс это скорее всего была коррекция и мы получили принципе неплохое движение в комментариях спрашивали целей я называл цели 99 98 99 мы сделали просто восемь не добили чуть-чуть но практически на этом движении таком неплохо можно было заработать что касается дальнейшего движения пока без понятия что происходит достаточно сильно покупают и я пока мне рынка подарок дальше что у нас еще было был у нас баунас нефть марки бренд марки light там аналогичная картинка я как и ты советовал покупать в районе 90 89 достаточно сильная зона поддержки я и отмечал это уровень коррекции 50 60 процентов нижняя храница мы неплохо отросли что дальше получится ли дальнейший рост время покажет да я пока придерживаюсь ломбов с текущих покупать как-то довольно агрессивно в принципе как и ты сказал если мы чуть-чуть еще раз корректируемся ранее не купил по 90 если мы туда придем тоже можно повторить этот момент обязательно соблюдать риски потому что здесь нисходящий тренд и могут провалиться вполне снова 80 ну время пока дальше что еще было был доллар рубль рекомендация на покупку он пока на месте торгуется да то есть видим что здесь его невидимая рука рынка удерживает очень узком диапазоне там прошлой неделе все удерживало прям там такой такой флэк флэк да пока я придерживаюсь дальнейшего роста кто ранее не покупал принципе текущие цены дальше вижу но пока картинку в лонг не поломали так скажем отмена сценария как я уже напомню прошлый раз обновление минимумов сентября то есть это в районе там пятьдесят пять условно пятьдесят семь есть такие уровни локальные есть и более такие сильные 55 57 локальные пока мы выше этой зоны я пока придерживаюсь лонг здесь потенциал очень хороший ну посмотрим обязательно тоже риски соблюдать потому что здесь могут провалиться дальше по новым идеям чтобы я сказал хотел поговорить о золоте да я его на прошлой неделе тоже советовала ребята он в принципе неплохо мы росли но это закончилось кстати в конце недели в пятницу достаточно агрессивно слили я показал он довольно такой рискованный пока золото выше пятничного минимума такой уровень 1637 здесь можно набирать покупки отмена сценария будет если мы провалимся ниже прошлого недельного минимума это в районе получается 1617 долларов какой у нас был заходной импульс если это все-таки был импульс на разворот вот этого нисходящего тренда то сейчас покупки в принципе довольно интересное конечно здесь бы подождать заходного локального импульса потому что у нас получается опять если импульс есть нам нужно хотя бы показать что здесь явно есть интерес к покупкам текущих эта покупка рискованно уже при подтверждении можно будет более понятно будет ли здесь рост ну это это так скажем почему я здесь покупаю не только из-за модели которые здесь присутствуют а здесь скажем такая точка x экстрема довольно низкие цены конечно это против тренда как мы видим исходящий и здесь если идет рост рост получится мне кажется если проваливаемся минимума прошлого прошлого месяца ну точнее не прошлого текущего месяца потому что у нас еще октябрь не закончился то здесь провал может быть получится поэтому пока я за покупки принципе если не ошибаюсь то тоже там за покупки по золоту и по серебру аналогичная картинка выше условно там 19 я бы покупал данный актив аналогично отмена сценария обновления минимумов текущего месяца то есть это уже будет более шортовый сценарий какие по золоту потому что у нас здесь такое сильное накопление последние четыре месяца с него могут довольно сильно на несколько долларов провалиться по серебро по золоту там несколько сот долларов если мы все-таки будем обновлять вот эти минимумы на которых я сказал что касается валютного рынка там я там по некоторым парам не 50 его комментировать не буду по криптовалютам довольно неплохо прошлой неделе получилось я советовал покупать всем и публично и закрытых каналах на текущий момент пока рост я зарос дальше на кто не купил ниже можно присмотреться с текущих выше 20 тысяч если будем сильно падать сценарий отмена аналогично эфир здесь кто раньше не купил очень хорошие цены 1300 хороший уровень поддержки неплохие модели довольно хороший рост получился почти 20 процентов по фондовому рынку пока быки скажем так атакуют но посмотрим что здесь будет ближе к среде до пятницы если мы сегодня перекроем пятничный рост мне кажется что здесь будут ломать восходящий локальный тренд если его перекроют пятничный рост коррекции ближе к среде картинка будет более ясно сейчас пока в мир то же самое касается ну именно индекса долларов сложная ситуация ну и принципе все пока крипта он напомню и что нужно соблюдать риски потому что эти все инструменты против тренда аналогично не могут и сильно провалиться поэтому чтобы не было такого на одной сделке потерял это согласно это такие традиционные правила я думаю что те кто внимательно нас слушает и в принципе работает правильно на финансовых рынках и знает как и что нужно делать и что такое правило риск-менеджмент виталий ты закончил так понимаю да 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 в принципе все такие идеи они такие достаточно скользкие прошлая неделя неплохо отработалась посмотрим как это если какие-то будут коррекции во мнении по рынку у меня в принципе в комментариях если кому спрашивать в прошлый раз отвечал ребятам по вопросам посмотрим да какая-то картинка ближе к среде пятницы будет получше возможно среду будет такой какой-то прострел и пятницу но еще не забываем что у нас на носу выборы вот как раз после этой недели можно будет прям сфокусироваться на выборах как следующем триггере для всех финансовых рынков там нужно быть осторожным потому что выборы как мы знаем сша там могут быть такие прострелы гепы проскальзывание поэтому там да полностью согласен так ну что тогда ждем заседание фрс эта среда это мощный триггер для всех на финансовых активов еще раз друзья контролируйте риски следите за грузкой депозит без слов крайне важно всегда вот но сейчас когда мы готовимся к такой же арены финансовых рынках это важнее подведем итоге тогда понедельник точно активы будут на совершенно других уровнях я не сомневаюсь и лично как фанатично настроенный трейдер скажем отношении доллара думаю что у американской валюты будет больше основания для развития восходящей динамики спасибо тебе виталий спасибо за эфир заключение за твое время и до следующей неделе пока